Добрый день. Поступил вопрос, может ли человек после запоя, прекратив пить, находиться визуально в состоянии алкогольного опьянения. Возраст 50 лет, запой неделя. Человек изолирован в квартире, вроде бы как алкоголь достать не может, но когда к нему приходят после работы родственники, он выглядит как пьяный. Конечно, чистое алкогольное опьянение, если человек не пил, невозможно, это совершенно очевидно. Проблема в том, что возраст 50 лет и запой недели может уже давать основание предполагать, что у человека развивается энцефалопатия верники. То есть, не пьяный, а слабоумный, по сути дела. То есть, да, нарушена координация, может быть нарушены функции тазовых органов, то есть, недержание мочи и кала. Может быть нарушена речь достаточно серьезно, вплоть до афазии. Нарушение памяти, различные варианты амнезии, парамнезии. И все это может действительно напоминать состояние алкогольного опьянения. Но только напоминать, конечно, это далеко не одно и то же, то есть, это не прямо калька один в один. И, в общем-то, грамотный специалист это достаточно легко отличит. Но в любом случае, если вы видите, что недельный запой был у человека 50 лет, после этого он перестал пить. Или вы в этом уверены, что он перестал пить. И у него состояние, похожее на опьянение, то тут два варианта. Либо он все-таки каким-то образом достает алкоголь и его употребляет. Либо какие-то заменители. И тогда надо находить этот источник и его перекрывать. Ну, если вы взялись бороться с этой проблемой. Либо у него развиваются психические осложнения вследствие вот этого запоя. В принципе, недели в 50 лет может уже быть достаточной для того, чтобы дать старт, как я вот сказал, ну, как вариант энцефалопатии верники. Ну, она, пожалуй, в большей степени может быть похожа на такое существенное алкогольное опьянение. Естественно, точно ничего я сказать не могу. Потому что вы дали только свою оценку, что человек пьяный. Может быть, он совершенно не пьяный. Как я сказал, может быть, это уже тяжелая психическая неврологическая патология. Поэтому в любом случае, конечно, надо в этом состоянии пациента показать специалисту. Но если по какой-то причине вы не хотите, вы можете сделать просто анализ. Тест полоской слюны на алкоголь. В аптеке он продается. Если алкоголь есть, значит, понятно, человек пьян. Если алкоголя нет, то значит, человек не пьян, значит, у него развивается психическая либо неврологическая патология. Поэтому в любом случае ситуация неблагоприятная. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok